Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Это мой седьмой фильм о нашем двухдневном посещении Норвегии и нашей поездки на электромобили из Осло в Берген. В этом фильме о покупках в магазине, о нашем опыте с гостиницами, природе и о ягодах. Может быть норвежцы помогут мне понять, что за ягоды, и съедобны ли они. Это сеть магазинов Киви. Друзья сказали нам, что тут мы можем купить все необходимое для дороги, и мы собираемся это сделать. В магазине большой выбор разных продуктов, но мы решили попробовать все норвежское. Я выбираю норвежские яблоки, и мы собираемся купить какие-то другие норвежские продукты. Цены в магазине, в норвежских кронах, это примерно в десять раз меньше, чем в долларах или в евро. Доллары и евро сейчас почти одинаковые. То есть нужно разделить на десять. Мик выбирает хлеб норвежский, конечно, и он стоит около четырех долларов. Кроме того, для моих американских подписчиков хочу сказать, что здесь все в килограммах, а не в паундах. А килограмм это немного больше, чем два паунда. Молоко здесь стоит около двух долларов или двух евро за бутылку или один литр. Мы не берем молоко, потому что нам его негде хранить. Давай купим норвежскую колбаску. Мы, правда, не знаем, что это за колбаса, но выглядит хорошо. Что мы купили, Мик? Продукты. Какие? Все норвежское. Салами, например, потом хлеб, какой-то спред, сыр, сок, яблоки. Все у нас норвежское. Мы купили продукты в дорогу, потому что у нас всего лишь два паунда. И нам некогда останавливаться, питаться в ресторанах. Мы хотим посмотреть и увидеть больше Норвегии. Мне нравится ехать на этой машине лучше, чем на Тесле. Это шведская машина, шведско-китайский, Polestar 2. Смотри, там снег на расстоянии. Смотри, какой интересный камень тут. Он сам по себе очень колоритный. И еще растения на нем. Мы решили остановиться в этом месте не только потому, что оно очень красивое и колоритное, и потому что люди тут отдыхают, но и потому, что тут очень много интересных камней. Этот камень тяжелый, но вряд ли я найду такой же когда-нибудь еще. Мне кажется, что я возьму его домой. Он надеется, что я потяну этот камень через границу в моем самолете на Ригу. Не привязывайся так к нему. Оставляй этот камень здесь. Черт! О, гоац! О, гоац! Он! О, гоац! О, гоац! О, гоац! О, гоац! О, го гоа! О, они не будут происходящими, потому, что они здесь. Могу, как они туда-могу, потому что они могут пойти. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите, я пришла фотографировать вот это красивое красное поле с овцами И смотрите, тут растут ягоды, видите? Немного похоже на бруснику Видите, как много? Бруснику Не знаю, какие-то вот ягоды на таком, прямо мох, вот такой мох на камне, и на нем растут ягоды Я не рискнула их попробовать, мне также не удалось найти их в интернете Но, может быть, норвежцы могут мне объяснить, что это за ягоды Издали ягод совсем не видно Вы видите только такие красновато-коричневые поля Что ты там нашел? А растение, которое мы видели раньше, похоже на хлопок Ты взял семена? Да, я взял с собой семена Мы остановились на середине шоссе, почти на середине И посмотрите, вокруг просто все до того восхитительно Природа прекрасная Куда мы едем, Мик? Пока ты не залезешь в машину, не посмотришь на GPS, ты не знаешь куда И представляете, по пути назад мы все же остановились в том месте, где он выбросил камень И забрали его Этот камень очень интересный, посмотри Он как будто бы такой вулканический И мы могли бы его забрать домой, использовать для подсвечника, например Я приехал забрать камень, который я хотел Но ты же его сначала выбросил Только потому, что ты так хотела А сейчас я его забираю домой Наша дорога была закрыта Поэтому навигатор предложил нам совсем другую дорогу Что продлило наш путь назад на пару часов Мы должны были остановиться и немножко отдохнуть Мы проезжаем через очень длинные тоннели сквозь горы Да, я немного устал, но нам осталось всего 44 минуты ехать Агнесе, уже очень поздно Мы едем через ваш город, но тем не менее мы на сей раз не заедем к вам в гости Спасибо вам за поддержку Мы очень рады, потому что подъезжаем к нашему апартменту, к нашей гостинице Никто нас не ждал здесь, все было автоматизировано И мы зарегистрировались очень быстро Мы решаем, что слишком поздно пить кофе Давай оставим это на утро Наша квартира находится в гавани Вокруг вода, вот прямо вот тут Это наша маленькая квартирка на одну ночь, а вернее на несколько часов Очень компактная, но есть все необходимое для удобного проживания И это нам стоило 100 долларов на двоих Включая постельное белье Потому что в прошлой гостинице за постельное белье нам пришлось платить дополнительно Смотрите, у нас супер маленькая, но очень хорошо продуманная душевая и туалетная комната Все чистенько, красивый дизайн Очень удобно, но очень компактно Тем не менее это все, что нам необходимо для нескольких часов отдыха Как ты себя чувствуешь, Мик? На второй день и на последний день нашей поездки Ой, я не готов покинуть Норвегию А я тоже не готова Наверное, нам необходимого было бы еще дней пять Я лечу в Ригу с камнем, который подобрал Мик Надеюсь, что у меня не будет проблем на границе Мик летит в Лондон Потому что он не может находиться в Шенгенской зоне более 90 дней Как гражданин Америки И я надеюсь, что вечером мы оба встретимся в Риге Мик выпускает меня в аэропорту А сам отправляется сдать машину Кликните лайк и подпишитесь на мой канал Я сделаю еще один конечный фильм о нашей поездке в Норвегию Ваша зажигалочка Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!